Центр Белграда накануне не заснул, потому что проснулась прозападная оппозиция. Зачинщик протестов – коалиция «Сербия против насилия». Цели явно идут в разрез с названием. Поводом для беспорядков, они продолжаются уже неделю, якобы стали недавние выборы – парламентские и муниципальные. Коалиция во главе сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича победила. Она набрала больше 47% голосов, у оппозиции в два раза меньше, но проигрыш она не признала. Теперь нам придется бороться за каждый голос и все следующие четыре года. И накануне оппозиция пошла штурмовать народную скупщину. Это здание сербского парламента. Там же размещается и Центр избирком. Мы предупреждали, что они ведут приготовление, поскольку знают, что народ не будет за них голосовать и что доверие народа им никогда не заслужить. Мы также предупреждали, что в этом процессе замешан и внешний фактор. Происходящее влияние гораздо более серьезных геополитических факторов, направленных на разрушение автономии, суверенитета и независимости Сербии. Полиции удалось держать натиски, затем рассеять протестующих. О попытке захвата сербские власти предупредили иностранные спецслужбы. Их Вучич поблагодарил. Это были российские разведчики, рассказала потом в эфире премьер-министр Анна Брнавич. Задержаны больше трех десятков человек. Полицейские получили травмы. Мы можем защитить себя от иностранного вмешательства. Все будут привлечены к ответственности за насильственные действия. Сегодня пытались вывести на улицу уже студентов. Призывы публиковали в телеграм-каналах. Все по методичке. Поэтому аналитики уверены, что отмашку на сербский Майдан дали за океаном. Они хотят, чтобы Европа, вся или почти вся, значит, с исключением России и Белоруссии, была под контролем Вашингтона. Нынешние власти, когда пришли к власти в 12-м году, пользовались даже определенной поддержкой Запада. В последующие годы международная обстановка менялась. Никакой возможности на успех попыток Майдана в Белграде нет. Но их могут продолжить. Ведь причина попыток майданизации Белграда – политика Вучича. Он поддерживает связи с Пекином, Москвой, Минском, не готов вводить санкции, имеет свое мнение в Брюсселе. При том, что Сербия – кандидат в ЕС. Еврокомиссия уже ставила ультиматумы по косовскому вопросу. А еще страна намерена сохранить военный нейтралитет. Хотя НАТО очень хочет видеть в Белград своих рядах. Запад уже не скрывает разочарования Вучичем. Вот что написала американская Вашингтон-Пост. Президент Сербии популист Александр Вучич заявил, что это была попытка свержения правительства, организованная из-за границы. Но помимо политики на кону и национальные ценности Вучича уже критиковали и посол США, и Евросоюза за нерадужные настроения. Власти запрещали гей-парад. Но сторонников Прайда это не остановило. Не стали тогда молчать и православные верующие. У каждого есть свобода воли, но они это навязывают, пропагандируют. Впрочем, сейчас на обострение Вучичи не намерен. 30 декабря на 28 избирательных участках все же состоится повторное голосование. Станет ли это для оппозиции признаком слабости властей? Вопрос. Я думаю, что здесь нужно еще говорить не только о Вучиче и Сербии, но и Венгрии. Это был сигнал не только Вучичу, как будет развиваться ситуация на президентских выборах, но и очень серьезный сигнал для Виктора Орбана, который занимает более чем жесткую национальную позицию. Вучич прямо говорит, что полиция и власти Сербии готовы дать отпор протестующим, ведь другого не остается, когда заокеанский шериф хочет взять чужой город под контроль. А история учит, для стран, которые пекутся о своих интересах, у Запада всегда на готове майдан и печеньки. Именно поэтому важно четко показать заокеанским кулинарам, что в городе есть свой шериф, а его жители не голодны. Наталья Тарасек, Алена Красноносова, Анна Мороз. Наши новости.